Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги Батия, изучение книги Батия. И сегодня мы будем читать вместе с вами 30 главу этой книги, которая начинается словами, и увидела Рахиль, что она не рождает детей Якову, и позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Якову, дай мне детей, а если не так, то я умираю. Почему она так говорит? Дай мне детей. А разве мужчина может дать женщине детей? Что это, айс какой-то, который приносит в пеленках ребенка? О чем это она просит? Что-нибудь там? Фабрика по изготовлению детей. Дети начинаются от союза мужчин и женщин. Что же просит Рахиль словами дай мне детей? Но прежде всего надо понять, почему она говорит, если не так, я умираю. Потому что в понимании людей того времени мертвым считался бездетный человек, мертвым считался бедный человек, и мертвым считался прокаженный человек. Прокаженный, потому что он заживо гнил, и сладковатый запах мертвой человеческой плоти распространялся от него. Нищий считался мертвым не потому, что он нищий, а потому, что он не мог заниматься благотворительностью. А бездетный считался мертвым или умирающим, потому что его жизнь не имела продолжения. И она понимает всю ситуацию как бы в представлениях того времени. Но что же значит фраза «дай мне детей»? Дай мне детей. Одни экзагеты говорят, что это просьба о молитве. Она как бы просит Иакова и говорит, помолись за меня. Дай мне детей, то есть начни молиться вместе со мною. Мы знаем, что Авраам молился с Сарой, чтобы у них были дети. Мы знаем, что Исаак 20 лет молился с Ребеккой, чтобы у них были дети. Но, но, а разве Иаков не молился за свою жену, Рахиль? Сама эта мысль, мне кажется, странная. Сама постановка вопроса. Конечно, молился. Но вот дать детей или нет, это зависело не от молитвы Иакова, не от стремления его жены Рахиль, а от воли Божьей. Это в науке и в магии можно взять порошок А, смешать с порошком Б, и получится результат С. В религии все не так. Мы можем в религии выполнить как бы внешнюю сторону, соблюсти форму. Ну, там 40 акафистов там заказали, 40 дней за нас молятся, сами мы поисповедовались, причастились. А вот ответить на нашу молитву или нет, это не нам решать. Тут нам никто не поможет. Это как Господь даст. Поэтому, когда она устраивает вот эти сцены, и она как бы кричит, умоляет, дай мне детей, а если не так, я умираю. Что мы читаем далее? Иаков разгневался на Рахиль и сказал, «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Разве я Бог?» Человек всегда будет оставаться человеком. Даже такой благочестивый, как пророк Иаков. «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала, «Вот служанка моя Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее». Здесь мы видим, что Рахиль в курсе, как поступила Сара. Когда она жила с Авраамом на Святой Земле уже 10 лет, и 10 лет пребывания на Святой Земле, Эрц Исраэль, а детей нет. А у евреев в древности считалось, что если 10 лет живут вместе, а нет детей, на Святой Земле живут. А это же земля, которой сказано, что она плодородит. Тогда можно развестись. Но евреи запрещали разводиться, если там много-много лет живут, но не на Святой Земле. Ну, не Святая Земля это и есть не Святая Земля. И тогда Сара дала Аврааму Агарь, свою служанку. И вот здесь мы видим, что Рахиль знает эту историю. Она имеет это как некий прецедент. Она сказала, вот служанка моя, Вала, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имел детей от нее. Хотя бы так. И Сара говорила о Багаре, пусть она родит на колени мои. И дала на Валу Бильгу, по-еврейски, Бильга, служанку свою, жену ему. И вошел к ней Иаков. Вала, то есть Бильга, зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль, судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына, посему она нарекла ему имя, Дан, Дан. Судил мне Бог, судил Данани. Данани, Данани, по-еврейски. И имя Дан означает суд. Кто родился? Антихрист. Из колена Данова выйдет Антихрист. Но Рахиль, она же символизирует собою церковь. Разве церковь породит Антихриста? И нам, христианам, всегда удобнее было говорить. Антихрист родится от колена Данова, от лжедевственницы, еврейки из колена Данова. Но почитайте, что пишет Анна Златоуст, комментируя слова о том, что Антихрист сядет в церкви, на святом месте, в храме, выдаваясь за Бога. Златоуст пишет, что Антихрист сядет не в иудейской церкви, не в Иерусалиме, а по всему миру в христианских церквах. Ведь воцарение Антихриста предшествует что? Апостасия. А что такое апостасия? Апостасия – это отступление от веры. А кто может отступить от веры? Кришнаид может отступить от веры? Нет, не может. Иудей может отступить от веры? Нет, не может. Мусульманин может отступить от веры? Нет, не может. Да никто не может, кроме православных христиан. Если кришнаид отступит от своей кришнаидской веры, так слава Богу, аллилуйя. Отступить от истины может только тот, кто в истине находился. Поэтому по Златоусту Антихрист возникает в христианском мире и воцаряется сначала в христианских церквах. Искажается догматический характер веры, ересь возникает. И сядет не в одной какой-то иерусалимской, а в синагоге. Святое место в христианском понимании – это христианский храм, а там воцарится Антихрист. Поэтому рождение от Рахилии Дана в церкви Антихриста – все это не лишено смысла. Потому что отступить от истины может только тот, кто в истине пребывал. Правда, есть другие объяснения. Но мне кажется, объяснение Златоуста более точное. «И еще зачала и родила Валла, служанка Рахилина, другого сына Якову. И сказала Рахиль, борьбою сильную, боролась я с сестрою моею, то есть с Лии, и превозмогла. И нарекла ему имя Нефалим». Это еврейское «Нафтали», созвучно слову «Нафтуле». То есть она превозмогает, она побеждает. Лия увидела, что перестала рождать, и взяла служанку свою, Зельфу, Зельпу по-еврейски, и дала ее Якову в жену. И Зельфа, служанка Лийна, родила Якову сына, и сказала Лия, прибавилась. И нарекла ему имя Гат. Гат, скорее всего, означает «удача», «благополучие». А, кстати, у прока Исаии 65.11 с таким именем упоминается языческое божество. И родила Зельфа, служанка Лии, другого сына Якову, и сказала Лия, «К благу моему, ибо блаженной будут называть меня женщиной». И нарекла ему имя Ашер, ну, Ашер – это по-еврейски, в синодальном переводе Асир, еврейское Асер, Ашер – созвучно слово «счастье», «счастье», Ашер. И вот Псалтырь, первый Псалом, «блажен муж», по-еврейски это Ашер-Хаиш, «блажен муж». А имеется в виду «блажен всегда». Вот это слово Ашер означает постоянное блаженство, постоянное счастье и постоянная радость. А не так, что утром блажен и счастлив, а к вечеру раздражен на все. То есть то блаженство, которое проистекает от Бога, оно как бы и не прекращается. Рувим, это первенец Лии и Якова, пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей, и Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Что такое мандрагоры? Дудаим. Дудаим, такое немножко непонятное слово. И есть такое представление, что это некие такие корешки в форме человеческого тела. Но это как бы мифология. На самом деле Дудаим – это жасмин, который очень благухает. Им украшали жилища. Как, например, если кто-то ожидает невесту, он берет там хорошие духи какие-то, распыляет благовония. А вот жасмин считался чем-то таким, создающим такую хорошую атмосферу в шатре, которая располагала к романтическим отношениям. И Рахиль сказала Лии, дай мне мандрагоров сына твоего. Но она сказала ей, неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего. Рахиль сказала, так пусть он ляжет с тобою эту ночь за мандрагора сына твоего. То есть я тебе уступлю. Главное, чтобы благухание было в моем шатре. Яков пришел с поля вечером. И Лия вышла ему навстречу и сказала, войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. Мы видим какое-то напряженное соревнование между этими женщинами. Ведь само слово, которое обозначает первую женщину, Ева, Хава, слово Хая, жизнь. Женщина – это жизнь дающая, животворящая. И вот эти две жены Якова, они буквально борются за жизнь. Они оправдывают имя первой женщины. И услышал Бог Лию, и она зачала, и родила Якова, пятого сына. И сказала Лия, Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою, мужу, моему, и нарекла ему имя. И сахарь, и сахарь созвучно слову сахар. Сахар – это воздаяние, воздаяние. То есть воздано мне за смирение. Я как бы служанку свою дала. Сахар – воздаяние. Возмездие, воздаяние. И еще зачала Лия, и родила Якова, шестого сына. И сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар. Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя Завулон. Завулон – это еврейское. Завулун созвучно со словом завад. Завад – это слово означает одаривать. Одаривать. И есть еще такое слово – завал. Завал – превозносить. Завал – превозносить. То есть Лия как бы опередила свою сестру в Чедородье. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. Дина. Судьба Дины будет очень сложной, я бы даже сказал, трагическая. Но об этом мы узнаем потом. Казалось бы, вот здесь обиженный оказывается Рахиль. А Господь всегда занимает сторону обиженного человека. Это не так, как в миру там говорят. На обиженных воду возят. Нет, вот Господь поддерживает как раз обиженных. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог». Что значит «услышал»? Услышал молитвы. Вот что значит «услышал». «И отверсту трубу ее, она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф». По-еврейски «Иосиф» созвучно выражению «избавить от позора». По-еврейски это будет «асав херпа» – «избавить от позора». «Асав херпа», и также созвучно «пусть прибавит». «Пусть прибавит» – это «иосеф». «Иосеф» – это «и избавление от позора», и это такое серьезное прибавление. «Иосиф» или «иосеф» станет религиозным лидером в своем народе, цадиком, праведником, своем поколении, образом Христа. Об этом мы будем говорить далее, если будем живы, Господь позволит. «И нарекла ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне другого сына. После того, как Рахиля родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю». Вот здесь немножко как бы непонятно, почему именно после рождения Иосифа надо теперь возвращаться в свою землю. А как это связано? А почему не после рождения Дана или кого-то еще? Дело в том же, что Иаков боялся возвращаться в землю обитованной, потому что там хозяйничает Исаф. Но Дух Божий уже открыл ему то, что позже будет сказано через пророка Авадию, 1.18. «И дом Иакова будет огнем, и дом Иосифа пламенем, а дом Исафов соломою». Соломою родился вот этот пламень Иосиф, который попалит Исафа. Потому что Иосиф семит, станет руководителем всего Египта, а Египет – это символ антипода еврейского народа, мира вне народа Божия. И когда рождается Иосиф, Иаков понимает, что вот имея такого ребенка, можно возвращаться назад. Можно реально возвращаться назад. После того, как Рахиль родила Иосифа, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. «Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». То есть Иаков служил честно, он ничего не нарушал. И сказал ему Лаван, «О, если бы я нашел благоволение предзвучами твоими, я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». Вот этот нечестивец Лаван, он все-таки оценил, что когда рядом с ним трудится такой праведник, как Иаков, вот какие-то благословения достаются ему. Поэтому он говорит, «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». То есть и мне тоже перепадают какие-то блага. «И сказал, назначь себе награду от меня, и я дам». И сказал ему Иаков, «Ты знаешь, как я служил тебе, и каков стал скот твой при мне, ибо мало было у тебя, до меня, а стало много, Господь благословил тебя с приходом моим, когда же я буду работать для своего дома?» Когда же я буду работать для своего дома? Вот в этом смысле Лаван – это как бы мир неверующих людей, а Иаков – это верующие, живущие в неверующей стране. Верующие, живущие в неверующей стране, они приносят благословение самим неверующим. Иногда неверующие это начинают ощущать. Иногда на верующего человека в какой-нибудь организации смотрят, как на некий талисман для всего этого бизнеса, этой организации. Но верующий должен начать трудиться и для себя. Это совершенно необходимо. Поэтому Иаков резонно спрашивает, когда же я буду работать для своего дома? И сказал Лаван, что дать тебе? Иаков сказал, не давай мне ничего. Если только сделаешь мне, что я скажу, то я опять буду пасти и стеречь овец твоих. И вот здесь важно понять, а что же он попросит для себя? Конечно, он может попросить очень много всего. Ведь он покидает дом Лавана с его дочерьми, с его внуками. Неужели Лаван не хочет одарить своих дочерей, своих внуков? Но Иаков как будто знает уже слова Писания, которые появятся значительно позже. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И какие его действия? Он говорит, я пройду сегодня по всему стаду овец твоих, отделю из него всякий скот с крапинами и с пятнами, всякую скотину черную из овец, также с пятнами и с крапинами и с кос. Такой скот будет наградой мне и будет говорить за меня пред тобой справедливость моя в следующее время, когда придешь посмотреть награду мою, всякой из кос, не с крапинами и не с пятнами, и из овец, не черная, краденая это у меня. Лаван сказал, хорошо, пусть будет по твоему слову. Иаков предлагает забрать себе все второсортное, немножко бракованное, немножко бракованное, с крапинами, ведь тогда очень ценилась овечья шкура без всяких вкраплений, которые могли выглядеть как что-то не очень красивое, что-то не очень красивое. По крайней мере, такая шерсть стоила недорого. И отделил в тот день козлов пестрых и с пятнами, и всех кос с крапинами, и с пятнами, всех, на которых было несколько белого, и всех черных овец, и отдал на руки сыновьям своим. И назначил расстояние между собой и между Иаковом на три дня пути, и Аков же пас остальной мелкий скот лаванов. А апостол Павел пишет, а кто вы призванные? Мало из вас кто значущий, но Бог избрал ничего не значущее, можно сказать, прямо дефектное, для того, чтобы посрамить значущее. а то, что Бог точно избирает нас дефектных людей. Вспомните притча Христа о званных. Званые не пошли на пир. Кто-то пошел там поле смотреть, которое он покупает, кто-то валов, которых он покупает, и тогда было сказано, собирайте на перекрестках дорог хримых, хромых, кривых, убогих, вот дефектных. Бог действительно избирает нас таких незначащих, ничего незначащих, чтобы посрамить значащих. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И взял Иаков свежих прутьев, тополевых, миндальных и воровых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которые на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинами, и с пятнами. Зачинал. Как сказано, «Беззаконие зачат я, и во грехе родила меня мать моя». И отделял Яков и гнят, и ставил скот лицем к пестрому, и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал, и доставался слабый скот лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Таким образом, мы видим два типа людей. Один слишком привередливый, это лаван, которому нужны идеальные шкуры, идеально крепкие стада животных, а другое упывает на Бога. Ведь не прути же эти чего-то меняли. Меняла все воля Божия. А вот эти действия, которые осуществляет Иаков, это некие символические действия, которые имеют и аллегорическое столкование прочтения святоотеческой традиции. Итак, сегодня, братья и сестры, мы окончили чтение 30-й главы. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз будем читать 31-ю главу. Если вы еще не записались, не подписались на библейский портал Экзегет, подписывайтесь, чтобы вовремя получать информацию о том, что вышла новая глава по той книге, в книге изучении которой вы принимаете участие. Спасибо Христос! 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 Христос!